Горячие, вкусные, ароматные, в основном цвета и формы солнца. Все это о блинах. По традиции всю масленичную неделю это блюдо по всевозможным рецептам готовят и им угощают своих близких и друзей. Встреча, заигрыш, лакомка, разгуляют тещины вечерки, заловкины посиделки, проводы. Каждый день со своим названием и своим значением. Кстати, на Руси испокон веков пекли множество видов блинов. Пшеничные, ржаные, гречневые, гречневые, пшеничные и другие. Особенно популярны были блины из гречневой муки. В основном и считается русским блюдом блины. В принципе, можем подавать и как закуску использовать в виде закуски, как сладкое блюдо и как второе. Пожалуйста, вы можете как угодно использовать. Раньше жарили блины с добавлением каши. Любой гречневой, манной и так далее. И подавали к мясным блюдам, к первым блюдам в качестве какого-то закуски. Наталья Воробьева уже сбилась со счета блинов, которые она приготовила не только дома, но и на работе. Она мастер производственного обучения в техниках и технологии сервиса. Девушка, как никто другой, знает, как сделать это лакомство отличным от привычных блинов на молоке и кефире. Можно сделать сладкую основу. За основу взять сок. Жидкая основа, да. Можно добавить в эту жидкую основу, пусть даже они будут на воде, да. И добавить немного ликера, либо рома. В зависимости от того, как вы хотите удивить своих близких, да. То есть всю неделю жарим блины, блинчики. И можем использовать и с припеком различные начинки. Даже творожный сыр. Все это смешать. То есть сделать даже, вплоть до того, что мы можем сделать закуску, салат какой-то, да. Обычный салат сделать. Просто тот же оливье и все равно завернуть его, да, в холодные блины. Но единственное, не добавив туда какого-то сметаны или майонеза. На эту масленицу Наталья решила сделать блины с классической основой. Кефиром, водой, мукой, яйцом, солью, сахаром. Добавив один небольшой, но яркий акцент. Ее блины разноцветные, с натуральными красителями какао, а также свекольного и морковного сока. Можно добавить немного зелени, любой. Можно добавить немного какао. Соответственно, будут меняться цветы уже весна, хочется чего-то более радужного, да. И вот в виде такого как бы солнышка, да, разноцветного, радуги. Апельсин вы можете взять, да. Если не морковный сок, то даже будет немного цитрусовый вкус. То есть потереть туда цедру, да, либо лимон, либо апельсин. Можете добавить туда киви. То есть пусть в зависимости от того, не просто так подать, да, с чем-то, а можете даже добавить непосредственно в тесто для блинчиков. Можете добавить сыр. Из овощей и фруктов любят готовить пищу и Кирилл Мартынов. Он уже два года ведет вегетарианский образ жизни. Как и у многих, это связано с духовной практикой. По словам Кирилла, отказ от мяса благоприятно влияет на состояние организма. Кроме того, блюд, которые можно приготовить из продуктов растительного происхождения, огромное множество. Как ни странно, но свой путь вегетарианца молодой человек начал с блинов. Когда я перешел на вегетарианство, стал вопросом, надо что готовить. Первое это было вот почему-то же блины, и, наверное, самое то же простое, и кексы. Ну вот, значит, блинов основа простая, мука, молоко, растительное масло. Можно добавлять куркуму, они будут такие желтенько-фиолетовые, ну, сахар для вкуса. Все, и как бы играется уже различными сочетаниями специй, либо вместо молока кефир, они будут более нежные. Вам нравится хрустящие, на молоке лучше делать. Чего никогда не добавят в это блюдо вегетарианцы, так это яйца и мясо. Кирилл утверждает, что секрет хорошего блина в хорошем настроении. С ним даже первый блин не будет комом. Приготовление подобного лакомства – это особое мастерство, приближающееся к искусству. Особенно, когда дело касается начинки. Например, Кирилл запросто может положить внутрь тушеные яблоки с сахаром и корицей, или вареную чечевицу с морковью и специями. Начинки разнообразные, конечно же. От сладких до соленых. Можно чечевицу использовать, можно фасоль использовать, отваренную, перекрученную, с добавлением специй. Творожные начинки, фруктовые, разнообразные смеси. У каждой хозяйки есть свои секреты и рецепты приготовления блинов. Не так давно семья Зариловых стала чуть больше. У хранительницы очага и мамы трех сыновей недавно появилась не просто невестка, а настоящая сообщница в кулинарном деле. Это первый год, когда мы со свекровью решили начать такую традицию – печь блины. У нас семья теперь стала большая, так что у нас пополняются рецепты с моей стороны, какие-то новые со стороны мужа. И вот мы решили объединить и придумать что-то новое, что-то вкусное. Блины я вообще пеку давно. У меня еще бабушка в шесть лет научила их печь. Да, она начинала готовить тесто, я руками его замешивала. Обмениваемся рецептами, я ей что-то подскажу по приготовлению, как постарший человек, а на мне. Как сделать тонкие вкусные блины Елена Зарилова узнала еще в школьные годы на уроке домоводства. С тех пор этот рецепт стал для нее коронным. Теперь его перенимает невестка. Там сам принцип идет. Сначала яички приготовили, посолили сахар. И то есть делается комок теста, такой густой комок теста. И потом этот комок теста, он разводится теплым молоком. То есть понимаете, вот этого комка, значит получается, когда ты разводишь молоком, то есть получается вот это взбивание эластичное тесто. То есть это получается блинчики, тонкие блинчики. Что касается начинок, ну естественно у меня требуют всевозможные разные. Один сын у меня любит ветчина с сыром, обязательно обожает. Маленький предпочитает масло с сахаром. Елена отмечает, что в их семье любят есть блины не только в масленицу, поэтому и готовят чаще, чем у других. Для своих мужчин хозяйки делают лакомства с различными начинками, стараясь угодить вкусу каждого. В этот раз они решили сделать блины с кусочками семги. Для этого необходимо большое количество ингредиентов, однако сам процесс не занимает слишком много времени. Пассируем лук, добавляем немного сливочного масла, растительного. Чуть-чуть он тошится. Добавляем рыбу. Когда рыба немножечко обжарилась, сверху ее посыпаем мукой. Немного муки. После девушка добавляет сметану и в течение минуты тушит все содержимое на сковороде. Заливает молоко. Добавляем специи, соль, посыпаем петрушкой и тушим. Через пять минут жульен рыбный готов. Готовую смесь Люся аккуратно выкладывает на блины, так, чтобы потом можно было сделать угощение в виде мешочка, завязав его зеленым луком. Теперь осталось дождаться главных дегустаторов – мужчин. Кстати, считается, что чем больше блинов на масленицу съешь, тем богаче и счастливее будешь. А когда они еще и вкусные, то сделать это не составит труда.